В сегодняшнем видео мы с вами обсудим кошелек Paypal, почему он у вас блокируется, как этого избежать, какие есть нюансы, как принимать платежи, как выводить и прочее. Досмотрите видео до конца и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Paypal Эксперт, с вами Владимир. Друзья, смотрите, кошелек Paypal устроен так, что вы изначально, как вы его создаете при регистрации, у вас есть 3 или 4 пункта в зависимости от страны. И вы можете создать кошелек как на бизнес-аккаунт, вы работаете с корпоративными счетами, либо же это будет частные платежи, вы принимаете только переводы, но не можете отправлять. Либо же это работает и туда, и обратно, вы можете принимать и отправлять, но даже с частными кошельками. Вот. Эти нюансы есть, вы должны их учитывать. Если вы столкнулись с блокировками, есть некое письмо, которое поможет вам разблокировать и полнейшая инструкция, но об этом вы ныряете в описании или в закрепленном комментарии. Есть ссылка на переход в мой телеграм, мы можем там с вами дальше продолжить беседу и, в принципе, решить этот вопрос. Следующее. Если вас интересует, если вы уже определились, какое направление, и интересует, сколько вы можете создавать кошельков. Вы можете создавать множество кошельков на свое имя, это не проблема. Просто у вас будет каждый разный электронный адрес. Но данные ваши могут оставаться так же, как номер телефона, прописка и просто все остальное, то же, что и было. Ничего не меняется. Но! Есть еще один большой нюанс. Если вы работаете чисто в долларах, вы должны работать на основном счете чисто в долларах. Если вы меняете в евро на платеж евро, или не успели поменять на евро, и вам прилетели деньги, у вас попадает кошелек на верификацию. Бывает, проходит хорошо, а бывает не проходит, вы попадаете в блок. Поэтому, чтобы этого избежать, создавайте себе два кошелька. Можете на разных людей, неважно. Но! У вас один должен быть для доллара, другой у вас должен быть для евро. Потому что, чтобы не сталкиваться с вот этой верификацией, там PayPal будет смотреть, что вы меняете тот счет с основного доллара на евро, потом обратно. Путаница, система автоматически вас бахкает на верификацию, а потом в итоге еще и блокирует. И все, у вас деньги зависают, вы в панике, в истерике, вы не знаете, что делать. Но решение есть, я уже сказал. В описании под видео, либо в закрытанном комментарии, переходите на мой телеграм, знакомитесь с той информацией, которая там уже есть. У вас уже для вас какой-то будет развернутый ответ. Ну и дальнейшие вопросы, вы со мной можете связаться, и мы с вами все обсудим. В принципе, PayPal так и работает. Гайки затягивают, но ничего, решение есть. Вы можете не переживать, никакого труда здесь не составят. Самые основные вопросы, определить, что вы делаете, с какой валютой вы работаете, и какое направление вы выбираете. Есть тоже некая перечень стран, вот в Украине, которые не работают. Вы можете увидеть, здесь список не принимаются платежи с этих стран. Особенно, если это корпоративные счета. Здесь принимаются только частные счета. Опять же, шаг, зависит от того, какой кошелек вы создаете. Для чего вы его будете использовать. Все, эти нюансы есть, все, в принципе, просто работает. Да, немножко для новых людей это сложно выглядит, или еще что-то. Вы там паникуете, что они не зависают, но решение есть, вы не переживайте. Решение есть всегда. Просто нужно немножко успокоиться, остыть, почитать, ознакомиться. Ну и я для вас есть для того, чтобы помог вам вывести средства. Хотите, чтобы я вам помог в долларах, есть кошелек в евро, есть в кошелек. За 20% мы с вами этот вопрос решим, и все, все будут счастливы и довольны. Поэтому, если у вас останутся какие-то вопросы, пишите мне. Я всегда с вами 24 на 7. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok